ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стартовал розыгрыш чемпионата Свердловской области по футболу среди команд первой группы «Северский Трубник». На родном стадионе «Труд» принимал триумф из Алапаевска и уступил по всем статьям, хотя и очень неожиданно. Подробности в нашем первом материале. Трубники начали матч из рук вон плохо. Уже на 16-й минуте роковая ошибка двух центральных защитников-хозяев привела к выходу нападающего триумфа Евгения Шумихина 1 на 1 с вратарем. Страшворот на последнем рубеже оказался бессилен и счет открыт 0-1. Основная угроза воротам гостей была только со стандартных положений, в частности, после розыгрыша угловых. В завершающей стадии атаки у полевчан было все очень грустно, а оборона раз за разом сбоила. Гости смотрелись гораздо интереснее. Однако до перерыва счет больше не менялся. Нужно подсверховывать друг друга и поменьше разговаривать по делу друг другу подсказывает. Это единственное. Слишком много разговариваем не по делу. Эмоции переполняет или что? Ну да, да. Нужно собраться немного. Сейчас посмотрим, тренер даст нам пару советов. Сейчас чего можно прибавить во втором тайме и хотя бы сравнять? Быстро перемещать мяч, открываться в полуфланге, в бегании между линиями. Во втором тайме, хоть у Трубника и произошли замены и перестановки, комбинационная игра так и не шла. На 67-й минуте оборона хозяев поля снова зевнула. На этот раз, оставив при подаче углового Александра Калюжного в гордом одиночестве, тот не растерялся и удвоил счет. Даже второй пропущенный гол не особо встрепенул игроков северского Трубника. Также продолжились ошибки в пасах, необоснованные потери мяча, а все подборы оставались за гостями. На 82-й минуте снова последовал длинный пас из глубины на одиноко стоящего игрока триумфа Ивана Кукарских, который затем парашютом отправил мяч за спину, вышедшему голкиперу, попав точно в девятку. 0-3 – разгромное поражение северского Трубника на старте сезона. На протяжении всего матча складывалось такое ощущение, что играли не дома, а в гостях. Мало что получалось в атаке, да и в обороне, собственно. Что случилось с командой? Ну, у нас проблемы, когда команда садится в низкий блок, команда соперника. Очень сложно нам пока даются позиционные атаки. Этот матч лишь еще раз подтвердил. Пропустили необязательный гол в самом начале игры. Допустили детскую ошибку. Из-за этого потом было сложно очень взламывать оборону соперника. Наверное, первая игра, она за счет желания огромного все равно. Ну, там, да, там, зимние играли, это не тот футбол. За счет огромного желания, ну, и реванш хотели взять. В том году мы здесь проиграли, поэтому, ну, слава богу, взяли. Чем-то Трубник удивил сегодня? Да, вроде нет. Все то же самое, что и было в том году. Хорошая, крепкая команда. Ну, мы очень рады, что выиграли. Зрители, пришедшие на матч, были разочарованы не только плохой игрой любимой команды, но и отсутствием громкой связи на стадионе труд, с помощью которой, например, в зимнее время при играх хоккейного северского Трубника болельщики информируются о составах команд, авторах забитых мячей и многом другом. А пока Трубники расположились на последнем месте в турнирной таблице. Следующий домашний матч пройдет 22 мая, когда в Полевской пожалует Аякс из Екатеринбурга. В спортивном зале Центра физкультурно-спортивных мероприятий прошел традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти Виктора Ефимовича Коппеля. В соревнованиях приняли участие 8 команд, игравших по олимпийской системе. Кто стал победителем, узнаете из нашего репортажа. Подобные городские соревнования по волейболу из-за пандемии некоторое время не проводились. И вот соскучившиеся по этой игре полевчане с одвоенным желанием и энергией пришли в Центр физкультурно-спортивных мероприятий, чтобы не только помериться силами, но и отдать дань уважения человеку, который привил полевскому любовь к волейболу. Люблю играть с детства в волейбол, поэтому проблем тут никаких нет. Всегда, когда такие мероприятия, я стараюсь. Тем более мы с ветеранами играем частенько. Эти полтора года пандемии вынужденного простоя нас немножко выбили из колеи, но вот сейчас мы впервые, по-моему, такой турнир организовали после двух лет простоя. Поэтому с удовольствием рады всей, всех рады видеть. Все вроде живы-здоровы. Будем надеяться, что все сыграем хорошо. Не было понятно до начала соревнований, кто же является фаворитом, поскольку из-за коронавирусного простоя неизвестно, кто в какой форме подошел к данному турниру. Игры шли на вылет, поэтому права на ошибку у команд не было. Проиграл – вылетел. Хотя некоторые, как они признавались, пришли не за победой, а почувствовать незабываемые эмоции от игры, пообщаться с друзьями, все же на площадке борьба стояла нешуточная. Победа – это всегда интересно. Мы всегда играем. Играем, готовая игра, чтобы побеждать. А поиграть самое интересное. Не важно, победит. Победит спорт, здоровье. Самое важное – желание добиваться физических и духовных критериев развития человека в данном случае. У нас очень разовозные команды, поэтому не важно, кто победит. Победит в любом случае здоровье и дружба. В Полевском многопрофильном техникуме имени Назарова волейбол, как и другие виды спорта, культивируется и их сборная – постоянный участник всевозможных турниров. Я думаю, шансы на победу здесь у всех равны, на самом деле. Потому что, на самом деле, соревнований давно не проводилось. Все сейчас не особо подготовлены к соревнованиям именно. Поиграть-то все поиграем. Ну, думаю, будет 50 на 50 шансов у всех. У всех абсолютно, у каждой команды. Команды все смешанные. Нету какой-то определенной одной сильной команды. Я думаю, будет борьба. В итоге бронзовые медали завоевала сборная управления образованием. Серебро в активе команды «Спарта». А победителем стала сборная под названием «Гефест». У нас сборная, так скажем, универсальная. Есть и представители коммерческих предприятий, есть и представители СТЗ. Ну, мы выступаем от ТПЦ-1. В Полевском на спортивных объектах физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода прошли областные соревнования по волейболу среди команд девушек до 13 лет «Летающий мяч 2-я лига». В соревнованиях приняли участие 10 команд городов области. Коллективы из Екатеринбурга, Полевского, Ивделя, Североуральска, Новоуральска, Нижней Туры, Краснотуринска и Ревтинского на предварительной стадии были разбиты на две группы и проводили свои игры параллельно на лыжной базе и во дворце спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. В Полевском очень все хорошо, классно. Здесь и залы хорошие, и размещение хорошее. Хозяева радушно нас принимают, так что мы рады к вам приезжать. Я уже здесь в прошлый раз был две недели назад по 9-му году, сейчас по 10-му приехал. Так что спасибо большое хозяевам. Условия очень хорошие, мы очень рады. Вчера сходили в бассейн, поплавали, расслабились. Но сегодня опять ничего-то немножко не хватило, но я достойно, вернее довольна тем результатом, который у нас уже есть. Команды, занявшие первые три места в своих группах, выходили в так называемый финал шести. Причем результаты сыгранных между ними матчей сохранялись. Оставшиеся коллективы вели борьбу в отдельном квартете за места с седьмого по десятое. Уровень достаточно высокий, малышек я вот привезла в первый раз. Сложно, конечно, для нас, что очень отдаленное расстояние, но, видите, показывает результат, боремся. Немножко не дотягиваем, потому что нет опыта, у нас не хватает опыта. Потому что очень все дорогостоящее сейчас стоит. Поддержка за счет родителей, конечно, но выезжаем. Почаще, конечно, хотим, но пока возможности нет. Но будем стремиться к этому. В первом матче финальной стадии и в Дельчанке в упорном поединке, состоявшем из пяти партий, уступили сверстницам из Североуральска. А поскольку на групповой стадии они также 2-3 уступили первой сборной физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, то смогли рассчитывать только на третье место, которое в итоге и заняли. По Левчанке стали вторыми, команда Североуральска завоевала золотые медали. У меня всегда такой стимул научить детей именно бороться, добиваться цели, чтобы мы не зря ездили, преодолевая такое расстояние. Столько средств потратить, чтобы добиться цели. У меня все детки такие, что вот... Вообще-то, да, смотрела все таблицы турниров федерации областной и вижу, что таких игр со счетом 3-2 из пяти партий очень редко. Мы вчера играли из трех, из пяти партий тоже так же боролись. Сегодня опять мы привнесли сюда что-то новое. Это же первые соревнования такие официальные для них, потому что все начинается. И вот вообще в больших соревнованиях первый раз приехали, потому что у нас далеко. Проблема с добиранием вот в этих центрах сюда. Так что, ну, рад, что мы хоть что-то смогли показать, поиграть в свое удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok Полевского, держатель микрофона. С вами был Максим Исаенко. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok